Но возникает еще один вопрос к вам. Без пафоса, без лжи, без обмана существует 4 типа клиентов. 4 типа, как таковых, по уровню подхода их к покупке. Бывает ли так, что клиент вам ради 10 копеек душу вынесет, ради скидки? Кто с такими сталкивался? Почему-то всегда большинство. Я называю этих клиентов дешево. Есть такой классный одесский анекдот на эту тему, когда приходит покупатель в отку с пирожками, говорит, почем пирожки? По 10. А что так дорого? Вот там же 7 продают. Ну так идите купите у них. Ну у них нет. Ну когда у меня нет, я продаю по 5. Это люди, которые покупают всегда ценой. Самое дешевое молго, самый дешевый хлеб, самый дешевый презерватив. Все самое дешевое. Их только 10% населения планеты. Всего 10% из тех ваших покупателей. Но по ощущениям не так. Кризис же в стране. На это есть две причины. Причина номер один такая более смешная. Они просто заметнее. Это люди, которые, знаете, что всплывает на поверхность воды? И оно пахнет. Ты обращаешь на это внимание. Но есть вторая, более важная причина. А какой твой оффер, какое твое уникальное предложение? Посмотри на свой сайт. Что ты предлагаешь? Скидка. Распродажа. Два по цене одного. Возьми три айфона четвертых в подарок. Вы видели так Mercedes рекламироваться, да? Два Mercedes по цене одного забирай. Rolls-Royce в подарок. При покупке зонтика. Дорогие продукты так не продаются. Но вы на это привлекаете именно этих людей. Которые мало того, что вы скинули минус 25% распродажа. Да еще и говорили, а можно еще чуть дешевле? И вас внутри, знаете, такой. Куда уже? Знаете, как много туристических компаний сейчас во Львове, в Киеве, в Одессе работают там за 2-3%. Потому что все демпингуют ценой. Все демпингуют. Ведь вы себе скажете, ну цена же важна. Да ладно. Это иллюзия, что цена важна. Приведу просто пример. Вы же не покупаете самую базовую комплектацию автомобиля. То есть вы так мечтаете? Мне бы... У каждого здесь цель, по-любому цель есть. Такая, блин, мне бы Deolanos купить. Кстати, Xiaomi новый вышел. Это телефон такой. Нет. Вы мечтаете о хороших продуктах. Но если перед вами есть два продукта, два продукта абсолютно одинаковых. Только этот на 10 долларов дешевле. Ну логично взять его? Абсолютно два идентичных продукта. Логично? Логично. Так вот, в глазах потребителя ваши продукты одинаковые. Приведу простой пример. Скидка хорошо работает только на один вид товара. На товар, который клиент знает и хочет покупать. Мужчины, вопрос к вам. Вы знаете, сколько стоит роза на рынке? Цветок, роза. Кто знает, сколько стоит роза? Мужчины, вопрос следующий. Кто знает, сколько стоит кактус? Есть такой. Один. Мы не будем спрашивать откуда, но. Вопрос теперь для вас, мужчины. Внимание, акция. 80% скидка на кактус. Ну вы бежите покупать теперь? То есть вы считаете, что когда вы делаете вот такое предложение клиенту, который никогда в жизни вас не видел, не слышал, думает, ну а с 80%, ну пусть будет этот кактус, кому-нибудь передарю, да? Нет. Поэтому скидки работают только в одном случае. Если человек хотел ваш продукт купить, и вот знаете, дожать его, ну не способ привлечения трафика. Не способ. У меня был кейс, когда мы, я консультировал компанию, которая занималась, назовем это городским туризмом, сдачей автобусов в аренду. То есть, знаете, возят по городу, порассказывают. Во Львове по-любому такие должны быть, электрокары. И они тоже, их единственная мысль была, давайте 10% скидку дадим. 10% скидку дадим. Ну вот вы идете, вы приехали во Львов. Кто не из Львова, поднимите руку. Отлично. Представьте себе, стоимость услуги 200 гривен. 200 гривен. Вообще она стоила 100 гривен, давайте реально 100 гривен. Идете по городу такие, у вас свободная минутка есть. Вышли с девушкой прогуляться, и тут вас останавливает какой-то промоутер в кепочке, говорит, 100 гривен проезд, но для тебя 90. Чувствуете, забилось сердце, да, хочу. Два. Не происходит так. Потому что, ну вам это не хотелось. Поэтому скидки по определению, как продукт привлечения, но очень слабо. И вы с этим работаете постоянно. Ну вот мы что сделали в Одессе, что подняло прибыль, в данном случае, с 10 тысяч долларов в месяц, до 150 тысяч долларов в месяц. Хотите познать как? Окей. Так вот, второй пункт. Точно? Потому что я не вижу. Хорошо, давайте. Вы либо заснете на моем выступлении, либо нет. Или встреча динозавра, или нет, да, 50 на 50. Так вот, очень просто. Я задал вопрос. Это Одесса, это центр города, это лето. Всегда есть неключевая ценность. Чего бы хотел любой турист в жару летом в Одессе? Кого? Что, кальян? Что хотел бы? Пить. Пить. Сколько может стоить в центре города, на Дерибасовской, вода? Понимаете, да, цена? Но сколько она стоит в закупке для потребителя? Мы взяли воду джирового, которая стоила 2,56 в закупке, и сказали, вода в подарок, на шару. О, как в Одессе любят шару, вы даже не понимаете. Все, что шар, это сразу святое. Шар, это все. Но для него-то вода может стоить 15 гривен, если он не заходит в супермаркеты. То есть для него это дороже. Плюс это решает потребность. То есть как раз, давай отдохнем, попьем водички, пока нас покатают, покружляют. И внедрение системы фауров, мотивации, там много факторов сработало, но этот был поворотным событием. Когда мы прописали всю систему мотивации для промоутеров, как сделать так, чтобы они генерировали этот трафик, и не загрузили два автобуса настолько, что купили еще три сразу же в этом же месяце, и увеличили штат. Только потому что клиент пошел, ему нравится. А еще и мороженое-то в подарок. И всегда так происходит. Давайте простой пример. Вы приходите в ресторан, рассчитываете на покушать, а вдруг перед вами танцует маленький, толстенький немножко карлик, гавушом. Скорее всего, вы вряд ли будете вспоминать еду в этом ресторане, когда перед вами что-то болтыхается постоянно, но вы друзьям позвоните и расскажете. Слушай, ну тебе надо сходить. Это надо видеть. И это называется не ключевая компетенция. Когда мы берем клиента то, на что он не ожидает, и чем ниже степень ожидания у этого, тем больше контраст. Всегда так было. Чем больше контраст. Кто из вас бывал в дорогих ресторанах, где вот цены кусаются, да? Вспомните, крайне редко там кушаешь и дышь. Да, 700 гривен за 100 грамм мяса того стоило. Ну, да, но я не пойду сюда еще раз. Не стоит. Но намного чаще мы можем прийти в какую-нибудь школьную столовую, голодными, взять кусок пиццы за 2 гривны и думать, блин, пицца прикольная. Потому что разница в ожидании. Это важно понимать. И когда вы даете такие вот маленькие бонусы, они всегда круто срабатывают. Но у них есть недостаток. Очень большой недостаток. Представьте, вы в следующий раз приходите, а карлика нет. Нет карлика. Ресторан испортился. Нет, вы хотите видеть там карлика теперь. Если вас снимали одежду, знаете, приходите первый раз. Вас сняли пальто, дали номерок, машину перепарковали. Вы такие, модно. Приходите завтра, никто не встретил. Поэтому, если вы что-то заявляете, вы обязанности будете это держать. Второй тип клиентов, это клиент называется цена-качество. Их порядка у нас 50% рынка. Это люди, которые покупают ценой. Качество, а точнее ценности будет правильно. Приду простой пример. Такая смешная штука. Флипчарт называется. Как вы думаете, сколько он стоит? 45 долларов, какие-то точные цифры еще. Варианты? 700, 900 гривен. У нас еще. Сейчас ты притянешь своих любимых клиентов. Еще варианты? 2000 гривен. Смотрите, судя даже не важно сейчас в цифре. Не важно в цифре. По факту, это сколько вы готовы за него отдать? Это говорит о том, что можно продавать продукт, особенно который не знаешь цены. Но давайте так, я делаю распродажу. Делаю на сайте такое объявление. Флипчарт за 99 гривен. А вам нужен флипчарт в офис. Интересно такое предложение? Кто бы позвонил, если ему нужен флипчарт за 99 гривен? Узнать. Отлично. Третье золотощено. Остальные флипчарт не нужен. Не принципиально. Вы звоните мне. Поднимает хороший менеджер, качественный. Она говорит, здравствуйте, алло, компания Вася Пупкин и сыновья, мастер по флипчартам.ру. Вы звоните по величине? Да, вот флипчарт за 99 гривен. Отлично. Здорово. У нас есть. Последние две штуки осталось. Скажите, пожалуйста, вы планируете флипчарт вам пользоваться один раз или постоянно? Я почему спрашиваю? Потому что это действительно есть такой флипчарт. Мы привезли его специально с Китая. Собирали три китайских бомжа. То есть он рабочий. Ну, это когда нужно перевезти, один раз сработать. Но если вы хотите постоянный, я бы взял более немецкого качества. Он стоит 450 гривен. Он лучше. О, хорошо, давайте. Скажите, пожалуйста, вы планируете его поставить в офис или будете на выездные мероприятия таскать? На выездные. Тогда вам нужен который складывается, который бы в машину в багажник полез. Логично, вам же не будет сюда загонять. Ну да. Хорошо, складной 10900 гривен. Скажите, пожалуйста, вы будете носить или кто-то? Помощница. Девочка? Да. Тогда, может, на колесиках лучше? И такой, чтобы из алюминия, чтобы легкий. Ну да, 1500 гривен. Хорошо, беру. Вы выступаете экспертом. И ваша задача – помогать человеку покупать. Чувствовал, что я втюхиваю? Я спрашиваю. Нет, давай за 99 гривен, забирай. Но что будет, если я ему дам за 99 гривен, он сломается по дороге? Что он скажет мне обо мне в интернете? Он не напишет «флипчарт говно». Он скажет «мастерфлипчартки.ру продают говняный товар. Бегите от них». Поэтому здесь не нужно навык коммуникации, не нужно вилку цен. Здесь не нужно мастер-пускай продавать. Нужно задавать вопрос. Вот все искусство любой продажи. Надо понять, что для человека важно. Мужчины, вы знаете, по-любому у вас это был опыт. Какой первый критерий покупки автомобиля? Первый критерий. На что мы смотрим вначале? У нас есть, допустим, у меня есть 30 тысяч долларов, пора покупать автомобиль. Накопил, да? Есть тридцатка. Мы начинаем серщить, как я это делал. Составляем экстрелевскую табличку, характеристик, плюсов, минусов. Такой собираешь, понимаешь, все, хочу за 30 тысяч. Не знаю, там, Toyota Camry, это меньше, наверное, что-то будет, чем Camry. Какой ниже Camry у Toyota? Спасибо, эксперты. Так вот, корову хочу. Приходишь туда, смотришь, Toyota Corolla, 29 тысяч, условно, цифра фонаря говорю. Базовая комплектация такой. Ну, слушай, тут можно 2 тысячи добавить, взять уже не базовую, а вот за 35 уже с двухзонным климат-контролем. Вот это будет уже лучше, может, если поднапрячься. Блин, а еще 2 штуки добавить, так можно и Camry взять уже? Ну, базовый. У кого такое понимает, о чем я говорю? То есть, когда у вас есть критерии ценности, продукты, и у вас это нормальный менеджер, то редко покупка за те деньги, которые он хотел. Вы должны воспитывать своего клиента, вы должны выдать ему линейку, по которой он может мерить. Представьте с откусом кубники, я бы спросил, а женщина любит кубнику? А у нее аллергия. Возьми с персиком. Но не спрашивают. На, бери. Третий тип клиента. Вип-клиент. Это клиент, который, их порядка 20%, это люди, которые покупают самый дорогой товар, который есть на рынке. Просто по определению им так проще, им так комфортнее. Вип-пакет на тренинг. Они хотят лучше от себя. У меня был клиент в клубе, в одном из моих бизнесов, который приезжал на Акуре, когда средний чек продукта 100 гривен. Оставляя кучу денег, кучу, по-моему, там, тогда это будет 69 год, ну, наверное, зарплату среднего сотрудника в месяц мог оставить у меня в заведении. И он просил скидку. Я думаю, зачем? Ну, реально, эти 20 гривен ему не сыграют роль. Но потом я понял, он просил не просто скидку. А какая самая большая скидка у тебя есть? Карточку хочу клиента, вот, ходить, чтобы все знали, что я Артур, у меня карточка 0,880, и у меня вся забронировалась. Он хочет, хочет такой продукт. То есть, не важно, какая причина сейчас, мы не об этом. И четвертый тип клиентов — это клиент, который называется... Ну, вы их любите. Срочно! Горит! У меня день рождения сегодня, у внучки надо подарить велосипед. Пофиг, там гномики будут или бабочки. Дайте любой велик, забираю сегодня. Они готовы платить дороже, представляете? Дороже. Особенно мужчины, которые взвух вспомнили, что день рождения у тёщи сегодня. Он не будет ждать две недели. И поверьте, мужчина за две недели не вспоминает о дне рождения у тёщи. Такой, я бы закажу заранее, она там давно хотела микроволновку, посижу по розетке. Нет, это в тот же вечер. Жена говорит, ты помнишь, какой сегодня день? Да. И тут... Тут пофиг, сколько стоит. Но фишка в чём? К чему я это вам показал? Если вы продаёте только акции, то вы работаете всего с 10% рынка. Если у вас нет дорогого продукта, вы теряете 20% клиентов, которые существуют. Если у вас нет срочных... То есть часто можно сказать, ну, у нас нет быстрее, нет на складе, не хранится. Но всё, вы потеряли 20% клиентов. Если вы не умеете работать с ценой качеством, объясняю, вы потеряли этих клиентов. И вот вы живёте на вот этом... И жалуетесь, краткосказывая, что невозможно зарабатывать деньги в этой стране, кризис и так далее. Но вы можете. Вы можете. Самый простой способ. Посмотрите на автомобили в своём городе. Одни жигуленки ездят. Вообще. Особенно во Львове. Знаете, какой... Украина в прошлом году за него первое место в Европе по продаже айфоном. Продолжение следует...